Всех вредителей я делю на две большие группы Вредные и зловредные Первые нападают честно и откровенно Тля, паутинный клещ, белокрылка, букарки там всякие Они нападают, мы наблюдаем и с ними боремся А вот зловредные нападают из-под тишка, как террористы И вред, нанесенный ими, уже неисправим Сюда относятся у меня три любимых вида Галлица на малине, листовертка на винограде И стеклянница на смородине Стоит им попасть в побег или в плод, и они уже неуязвимы Плодожорок всех мастей я не считаю Ну, залез червячок в яблочко, ну, упало яблочко И, во-первых, его можно использовать А, во-вторых, остальные-то остались А вот если повреждена ветка или целиком куст, вот это уже неисправимо Сегодня занимаюсь смородиной Вот грядочка смородины Вроде бы нормальная, зеленая Ну, вот видите, пожалуйста, вот сухая ветка Вот еще сухая ветка Вот еще пара веток В прошлом году смородина прилично пострадала от стекляницы Стекляница сидит внутри побегов и питается сердцевиной Выгрызает ее, и побег постепенно-постепенно засыпает Еще один признак стекляницы Вот видите, меленькие какие-то недоразвитые листики по сравнению с другими ветками Явно внутри сидит червячок и питается себе спокойненько А потом он вылезает Окукливается Вылетает бабочка Откладывает яйца Влупляются личинки Внедряется внутрь побегов И опять круг пошел снова Вообще уже смородина зацветает Я немножко, конечно, припоздал Но пока еще не цветет ни малина, ни акация А это признаки того времени, когда уже вот-вот появится стекляница Вот, большая сухая ветка Такие, конечно, вырезаем без разговоров Вот сейчас в серединке попробую чикнуть Вот видите, вот черное отверстие Это ход стекляницы Вот еще побег Вроде бы и нормальный, да? Зеленый, лист неплохой Но стоит заглянуть повнимательней И вот, пожалуйста, вам Вот отверстие стекляницы Во вполне казалось во благополучном побеге Сейчас мы его отрежем О, нет Вполне возможно, что мы спасли Стекляница осталась там А вот все-таки одного врага Мы застегли в его логове Вот он, злодей По крайней мере, этот уже больше ничто не съест В справочниках пишут, что наибольший урожай Смородин дает на четырех-трехлетних ветвях Вот у меня трехлетняя ветвь Пожалуйста, сухая абсолютно А вот целый букет Вполне добропорядочных с виду двухлеток И зеленые листья, и ягодки набираются Но смотрим в корень А корень, вот он Секляница Ну что ж, сухие и наиболее подозрительные ветви вырезаны Теперь мой личный лайфхак Ветви одного года я привязываю на одну сторону шпалеры Ветви второго года на другую сторону Потом они поменяются местами Вот сейчас пока выглядит так Посмотрим, как будет после привязки Ну и вот финиш моей работы Рядок обрезан, подвязан Слева однолетние побеги Справа двухлетние Двухлетки будут после съема урожая вырезаны А на их место придут новые однолетние Которые сейчас только выходят из земли Сердина проветривается, освещена И легко доступна для химикатов Это будет второй этап борьбы со стекляницей Ну и после цветения обработаем каким-то сильным системным инфекцицидом Актора B58 Соблюдая, конечно, сроки ожидания И надеюсь, что бабочки и гусеницы получили свою порцию По умери свой пыл